Российской студ весне в этом году исполняется 25, а Самарской 65 лет. Наша область – родина самого масштабного студенческого фестиваля страны. Региональный этап в самом разгаре. Лучшие из лучших примут участие в гала-концерте, который состоится в Самаре в конце апреля. Затем отбор на всероссийский конкурс. Как готовятся и о чем думают перед выходом на сцену? И трудно ли студентам технических специальностей выступать перед публикой? Мария Акимова все выяснила. Перед выходом на сцену эти девушки снова и снова отбивают палочками заученный на репетициях ритм. Волнение не скрывают, ведь они не профессиональные барабанщицы. Музыкальный инструмент освоили специально для студ весны. А теперь даже мечтают о гастролях. И все же в их номере барабаны не главное. Нам дали один ритм всем играть. Мы сначала на коленочках. У нас, естественно, не получалось. Мы очень долго сыгрывались. Даже сейчас бывает иногда. Немного не в попад играем, но мы стараемся. Но мне нравится очень барабанить. И я прям вот захожу на сцену и прям вот делаю это от души. Слушать о солнцем маленьком ящике, внимательно займой темноте. А мы для них галочки говорящие в чистолюбии людей. А эти молодые люди освоили непривычный для себя жанр – клоунаду. Музыкальный инструмент – это праздник. Студ весны – это круто. Особенно сегодня клоунада – ковер. Мы показываем сценку, которая происходит во дворе. Самым главным действующим лицом, так можно сказать, будет являться ковер. Вот вокруг него все это и будет происходить. Ложность заключается в том, что нужно все это делать широко. И самое главное – это рассмешить зрителя. Региональный этап студ весны в самом разгаре. В течение апреля студенты разных вузов будут демонстрировать жюри самые яркие номера, которые затем отберут в финал. Только лучшие из лучших смогут выступить на гала-концерте российской студ весны, которая в этом году пройдет с 15 по 19 мая в Туле. Она глобальна для России, это 25 лет, и она глобальна вдвойне для Самарской области, потому что мы отмечаем уже 65-летие студенческой весны. Она зародилась на нашей земле, поэтому для нас это трогательно, трепетно, волнительно. И мы хотели бы, чтобы действительно достойные номера представили Самарскую область, родину студенческой весны. Смотрим на новое поколение, которое приходит, как это, кстати, сейчас случилось в Притехе. Мы видели огромное количество новых лиц на сцене. Поэтому журить приятно. И это действительно самый масштабный праздник студенчества в стране, который включает в себя порядка 80 региональных фестивалей. И каждый год в нем принимает участие более полутора миллионов молодых и креативных. Самарская область и вовсе считается родиной студ весны. Мария Акимова, Александр Каракулько, Новости губернии.